Привет, друзья! Сегодня очередное видео. Видео о том, как улучшать состояние, по сути, ну и о каких-то вещах, которые касаются этого или наоборот препятствуют этому. Сегодня поговорим о такой теме, как психоактивные вещества и раскрою также тему подавления измне, то есть то, что является, скажем, таким средствами электронного подавления, направленными на притупление сознания. Давайте, наверное, даже начнем со второй темы, потому что она даже более важна, на мой взгляд. То есть все мы знаем о том, что у нас есть телевидение, радио, интернет, и видим о том, что людьми управляют. Управляют открыто-скрыто различными способами. И уже не секрет, что людям внедряют чипы для управления и, ну, скажем, слежки за ними. В каждом телефоне карточки есть щип, паспорта с щипами. Да, то есть наше общество движется к системе такой подавленности и к системе глобального контроля над населением. Используются средства электронного подавления, которые встроены в телефоны и которые используются как ретросляторы телефонов, да, то есть вышки стоят и специальные устройства, которые на определенный момент могут включиться на подавление, в другой момент на возбуждение. Многие это уже прочувствовали на, скажем так, так называемых бунтах, которые происходят в различных странах мира, да, то есть потому что в один момент можно будет успокоить, в другой момент подавить. Таким способом можно управлять людьми. То есть это, по сути, система скрытого управления, которая делает людей малоосознающими, подавленными или, наоборот, перевозбужденными, когда человек не может спать, там, ну, вот таким образом, да, влияют на людей. То есть и потом, соответственно, это все подчищается определенным образом. То есть, конечно же, ну, в средствах массовой информации такую информацию не дадут. То есть это можно только найти в инете и собственным опытом пройти понятие, как это, каким образом создана, по сути, система такого, ну, глобального подавления, да. И вот когда мы говорим про вводитинг, то есть вводитинге это разбирается, это разбирается глубоко, и мы на это можем посмотреть и понять, как это устроено, и определенным образом, да, вводитинге мы можем, скажем так, справляться с этим. То есть мы можем, ну, как бы, как один индивидуум, так и вместе в групповых сессиях улаживать это, улаживать операторов, улаживать тех, кто стоит за этим подавлением и корректировать еще, главное, главное, наши тела, чтобы они были менее восприимчивы. Потому что, если сказать, ну, вот так прослеживать по состоянию моему, по тем, ну, как я общался с другими людьми, то это воздействие усиливается, усиливается с каждым, по сути, годом, да, то есть и вот начиная где-то там, ну, с 2000 года вот эти все теракты, ну, скажем так, в скобках, да, в кавычках, теракты в США, которые были спланированы спецслужбами и теми, как бы, существами, которые стоят за спецслужбами. Вот, и таким образом это было, по сути, внедрение хаоса, да, а потом жестокие меры по созданию полицейского государства, которые ухудшают состояние обычного человека, лишают его прав и свобод, и, ну, скажем так, ну, как бы, делают законной, по сути, да, слежку за ним. Вот, ну, и, по сути, то есть мы в одетинге справляемся с этим до определенной меры, конечно, да, то есть мы не боремся, мы убираем то подавление, которое ведется на уровне, ну, скажем, как бы, уровне сознания. Вот еще такой момент, как, ну, вот, то, что сейчас очень модно говорить, пугать людей наркотиками, да, и тем более людей еще и к тому же наказывать за это, да, то есть я считаю, что это еще одно сеяние хаоса, да, потому что, ну, наркотиком является, по сути, по определению, вещество, которое вызывает болезненную зависимость. Так вот, болезненную зависимость может вызывать, ну, по сути, любое вещество, да, то есть к которому человек, ну, испытывает ввиду каких-то, ну, скажем так, психофизиологических факторов привыкания, и его, скажем так, тело желает его получить. Поэтому я хочу сказать о том, что тут тема, опять же, связана с тем, чтобы сеять хаос, и, по сути, ну, скажем так, людей наказывать. То есть это, опять же, часть системы глобального подавления. То есть поэтому не стоит пугаться там, когда вам говорят про какие-то наркотики, да, потому что два основных, ну, скажем так, вещества наркотика, да, широко используются, это известные алкоголь и сигареты для того, чтобы людей делать, ну, скажем так, неосознающими, подавленными, и приводить их к ухудшению состояния их тела. Вот. Ну, и мы, по сути, с помощью вот программы очищения и психического восстановления, реабилитации справляемся с этим, то есть улучшаем эти состояния. Вот. Психофсиологическое состояние, духовное состояние. И поэтому на сегодня мы заканчиваем. Я вас приглашаю еще раз на кодитинг, на групповые сессии. И до скорой встречи.